Здравствуйте! Вот 13 и 14 июня 2022 года проходила конференция «Родная школа». Два дня она проходила, ну и, так сказать, за копёрчиком этой конференции, главным на ней был Алексей Владимирович Самватеев, доктор физико-математических наук, доктор экономических наук и член-корреспондент Российской Академии Наук по отделению экономика. Вот, ну, значит, она проводилась в одной из школ, как-то Филипповская школа, по-моему, она называлась, вот, как-то так она называлась, вот, там и директор её был. Вот, ну, открыл заседание, это я вот сейчас вам расскажу про 13 число, ну, организаторы любезно прислали мне ссылочку, по которой можно было пройти и посмотреть эту конференцию. Вот я вам сейчас отчитаюсь за первый день, за 13 число. Соботеев, значит, начал, как всегда, в своей такой бодрой манере, врезкой, вот, говорит, много школ строят, отчитываются об этом, а найти учителя не могут. Вот, всё очень просто, количество школ увеличивается, соответственно, школа начинает работать в одну смену, а при работе в одну смену учитель не выработает даже на хоть какую-то приличную зарплату. Вот, все эти слова про то, что нужно улучшить жизнь учителей, значит, все эти, так сказать, посылы в сторону президента, все они отбиваются его окружением. Так, по крайней мере, считается Соботеев, никак туда пробить невозможно. Значит, он сказал так, ЕГЭ – это любимая тема болтологов на диване, вот так он сказал. ЕГЭ-то можно бы оставить, а дальше он рисовал ультрапечальную картину. 97% тех, кто приходит в вузы, это люди, непригодные для обучения. То есть, на самом деле, как он говорит, практически из тысячи вузов 970 – это что есть, что нет. Пять вузов ведущих, ну, там ещё ведётся, значит, образование, там преподаватели получают достаточные средства за свою работу, а 25 вузов там тоже вроде преподавание ведётся, но так плохо платят, что вот-вот, и там начнут халтурить откровенно. Но в остальных 97%, это вот так он посчитал, значит, проценты на тысячу умножил, вот, там совсем всё плохо. Вузов нет, такое заявление у него. Вот, ну, он говорит так, что сейчас, говорит, продвигают цифровизаторы, цифровизаторы продвигают идею дистанционного образования, цифровизации образования. Вот один батюшка к Савватееву, а Савватеев, он деятель, так сказать, православной церкви, ну, мирянин, мирянин. Вот, значит, обратились, значит, с просьбой прокомментировать, от сатаны ли эти цифровые продукты или не от сатаны? Ну, говорит, да не от сатаны, но, говорит, они теперь будут это использовать тем, что церковь малоодобряет. На самом деле, говорит Савватеев, церковь ни в коем случае не может одобрять цифровую трансформацию образования. Вот. В школьном обучении теперь стало важно пятёрку получить. Пятёрка и всё тут, вот, давай пятёрку и так далее, да? Ну, как он, по его оценкам, в нашей стране только около 100 тысяч человек неравнодушных, остальным всё параллельно, всё по барабану, всё пофиг, там, как хотите, говорите, да? У неё такая есть идея. Идея такая немножко утопическая, ну, на мой взгляд, конечно. Нужно выделить где-то, спустить с неба, как он сказал, список хороших учителей. Надо так успеть его сделать, чтобы туда не вписали нужных людей. И потом всем директорам школ, в которых работают хорошие учителя, доплачивать под 20 тысяч рублей в месяц за каждого хорошего учителя. Директору школы, чтобы он за него держался и создавал ему хорошие условия. Ну, понятное дело, если у барина есть хороший, талантливый, значит, крестьянин, то барин будет иметь выгоду. Вот, не обижая так хорошего крестьянина, то он тут очень даже угоден обществу, царю-батюшке, государству, как хотите. Ну, вот, чтобы он его лелеял. Вот, раз у тебя на участке вырос такой дуб, вот, береги его тебе, пока дуб у тебя растёт, вот, собирай с него жёлуди и получай ещё за это дело от царя плату. 20 тысяч. Ну, шикарно, да, и, кстати говоря, вполне себе реалистично. Казахстан привёл, в пример, Савватеев. Там зарплата очень большая у учителей стала, ну, и конкурс на учительское место очень большой, но некому в нём участвовать, нету достойных претендентов. Вот, кто-то ему рассказал, что в Переяславле учитель бубнит, дети в смартфоне копаются, через это, говорит, никто ничему не научается. Вот, если, говорит, отнять у них сердечных смартфоны, вот, смартфоны отнять у них, и тогда, значит, они хоть будут слушать бубнёж, хоть что-то поймут, да? Значит, нужна, чтобы дисциплинарная власть была учителя, чтобы он мог отчислять, выгонять из школы, чтобы ученик был трепетен, именно трепетен. Это так у нашего писателя Островского, на всякую мудреца довольной простоты, вот, значит, Глумов написал такое для своего генерала, проект, значит, «Обреди реформ вообще». Вот, и вот там началось считать, что подчинённый должен быть трепетен, именно трепетен. Вот. Ну, вот надо сказать, что у меня отношение к смартфонам несколько иное. Дело в том, что мы живём в такую эпоху, когда у детей в голове очень многого нет. Вот я со студентами своими, говорит, ну, доставайте ваши протезы, отвечайте на мой вопрос. Говорит, а нам другие преподаватели запрещают. Ну, что делать-то? Ну, вот спрошу вас, плотность стали какая? Они не помнят, у них нет этого в голове. Это у меня в голове с детства 7,8. А у них этого нет. Ну, вот это протез. Доставай протез. И вот они достаёт протезы, оттуда всё достаёт. Там ничего не поделаешь. Сейчас такая жизнь с протезом, и там интересно очень товарищ выступил. К сожалению, так его объявили успешно, что непонятно, кто это. Ну, то ли специально, но он очень интересные вещи говорил. Вот. Саватейв примел пример Чечни. В Чечни неожиданно балл, средний балл по ЕГЭ упал с примерно 100 до примерно 60. Это после того, как там появился новый министр образования. А министр такой крутой, чуть где что не так, высылает отряд, и всех там вниз головой вешают. Вот такие методы. Вот пропагандист Саватеев, вот православный предлагает. Вот. Ну, и потом ещё такая мысль, что надо хотя бы 70% денег, которые осигнуются на образование, распределять в соответствии с такой сеткой загруженности, ну, сколько кто-то часов провёл среди учителей. Остальные 30 пусть воруют. То есть, вот он допустимый объём воровства. Саватеев определил 30% можно воровать, а 70% пусть те, кто заработал. Потому что кто ворует? Потому что управляет сейчас эффективный менеджер. А менеджер – это вор, так считает Саватеев. Ну, вор – это звучит гордо, на мой взгляд. Я человек из 90-х. Вот вор – это вообще что-то недостижимое. Он вор, понимаешь? Он в законе, он авторитетный предприниматель. Вот так называют. Ну, а так это что, пацаны там, да, лохи, честные фраера. Ну, это всё против воров, это ерунда. А вот они – воры. Эффективный менеджер по-нашему. Теперь это называется эффективный менеджер. Вот. Вот что нужно сделать для того, чтобы преобразовать массовую школу. И кто враги, вернее, массовой школы. Вот, соответственно, здесь вы их задвинете, будет всё хорошо. Во-первых, гуманисты. Потому что гуманисты сказали, что образование должно быть без стресса, чтобы дети могли, значит, не напрягаясь учиться, с радостью. Учёба в радость должна быть. Более того, ввели инклюзивное образование, когда дети, ну, с альтернативными возможностями, да, которым нельзя сидеть 45 минут, согнувшись за партой, им надо встать, постоять, попрыгать, поскакать, потому что у них, ну, бывает проблема опорно-двигательного аппарата. Я же имею в виду альтернативные возможности. Это не то, что, ну, то есть, ну, не быть ему танцором Большого театра. Вот такие вот возможности альтернативные. Но зато, может, он будет Ландау и Лившиц в одном флаконе. Кто его знает. Вот, вот такие вот дела. Ну, понятное дело, второй враг, второй после гуманистов по значимости враг, это казнокрады. Казнокрады. Они второй по значимости враг. Ещё один враг. Большие корпорации. К счастью, говорит, большие корпорации, не буду говорить про наш, говорит, Яндекс, они от нас ушли. А им нужен был быдло. Быдло, которое только может кнопку нажимать. Всё. Вот такая вот мысль. Да, ну, ещё главные враги, это правительство Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Вот они в этом списке. Методологи. Тоже в список попали. Те, которые говорят о методике образования. Бюрократы. И цифровые цифровизаторы. Ну, правда, говорит, цифровизаторов можно с методологами объединить. Пятое с седьмым. Это, как сказать, одно множество. Общее множество. Ну, псевдопатриоты, которые говорят, надо Родину любить, но зарплату не повышают. Вот они, говорит, псевдопатриоты. Кто же ты будет Родину любить, если тут плохо тебе? Это неправильно. Родину любят не за то, что она хорошо содержит тебя. А Родину любят просто потому, что любят. Вот, извините меня, это так. Вот, Дед Иван Тимофеевич, помните, персонаж моего канала, ныне покойный, он воевал на войне. Ну, как он вспоминал вот эти суровые времена, раскулачивание, все прочие ужасы. Но ведь он воевал. И другие такие же люди из Сибири воевали. И они спасли Москву в 41-м году. Вот. Хотя тут плохо было. Вот. Так что это неправильно. Не надо повышать зарплату, чтобы любили Родину. Родину любят просто потому, что любят. Это я вас уверяю. И я вот эту свою Родину люблю не потому, что у меня дорога асфальтирована. Она у меня не асфальтирована. Это как когда Гагарин полетел, тут хоть травка росла. Вот теперь тут грязь. Никто не чешется асфальтировать ее. Вот. Да. Оптимизаторы. Ну, это те, которые эффективны менеджеры, которые сокращают расходы. Да. Потом еще такое слово, я не знаю, в первый раз я его слышал, боюсь неправильно выговорю, элитарии. Это те, кто говорят, что надо разделить на тупых, которыми легко управлять, элиту, которая будет управлять тупыми. Я помню, видел плакат, в одном вузе висел, читатели книг всегда будут управлять теми, кто читает социальные сети. Вот. Ну, понятное дело, как это, есть наркомания, а это смартфония, да, смартфоны, короче говоря, вот он, беда. Вот. И диктат родителей, не учителей диктат, а родителей диктат. Ну, кстати говоря, вот когда я помню, речь шла о новом законе об образовании, его многократно, так сказать, обсуждали, еще в то время, когда он выходил, поэтому я так более-менее в нем подкован, обсуждали его у меня на передаче собеседники, гости. Так вот, я так понял, что в этом законе очень отбили идею о том, что, значит, образование – это услуга образовательная. Нет, образование – это битва за нового человека, понимаете, как, а войны без потерь не бывает. Если так ты пришел, тебе услугу оказали неправильно, да, пуговицы не с той стороны пришили, там, да, или рукава они к тому месту пришпандорили, да, или научили тебя неправильно таблицу умножения, а ты пошел в институт, а тут, знаете, злобный дядька с бородой скажет, ну-ка, 7-8 сколько? Да-да-да, я ведь не помню. Ага, вот тебе два, иди к твоей учительнице Марии Ивановне, требуй с нее компенсацию за эту двойку. Пойдешь мне передача? Ну, вот такие вот дела. А, передача платная? Ну, вот такие вещи. Вот он, пусть Мария Ивановна платит, да, или школа. Нет, вот это отбили. Нет, это не услуга. Так, дальше выступал очень много Павел Иванов, он критиковал концептуальные основы, но он все это делал с помощью современных технологий, то есть у него была презентация. Я мало что в ней понял, вот, но тем не менее, вот, понял. Дальше выступал Михаил Павалеев, директор Филипповской школы. Он очень много интересного вещей сказал. Что, говорит, вот тут, говорит, собрались, говорит, некий странный симбиоз сталинистов и монархистов. Он начал с этого. И, говорит, хотят возвратить то ли советскую школу, то ли царскую школу. Ну, вот, давайте говорить, что ни советская, ни царская школы не были друг другу хоть сколько-нибудь тождественных, даже приблизительно. Царская система образования подусматривала очень большой плюрализм. Хотите, значит, у вас есть классическая гимназия. Хотите, есть реальное училище. Хотите, есть коммерческое училище, в котором учатся с самого ненежного возраста, начиная. Хотите, какие-нибудь церковные, религиозные школы, разных конфессий там, да, вот, еврейские школы, мусульманские, ещё какие-нибудь, потом есть духовное училище. Ты можешь пойти учиться, в кадетом будешь, потом военный. Ну, в общем, короче, очень много. Почти все ведомства имели свою систему образования у них тогда, вот с этих малых лет. Кроме какого-то одного единственного ведомства, все имели такую систему. А в советское образование это принципиально другое образование, это общее образование для всех. Одно для всех. Причём, естественно, это не классическая гимназия и даже не реальное училище. Мой отец, кстати, учился в реальном училище. Да, вы не поверите, я такой старый. И родители просто не спешили рожать меня. Поэтому они у меня до революционного ещё производства. Вот. Так вот, значит, он выразился так. Наша школа – это сильно испорченное реальное училище. Так выразился директор. Вот. Ну, и потом говорит, нужно ли нам вообще образование? Потому что, смотрите, где самое большое количество либералов и космополитов? Это в тех городах, где хорошо поставлено высшее образование. Вот чем образование лучше, тем больше либералов и космополитов. Кто, скажите, пожалуйста, развалил советскую власть? Это те, кто, значит, те самые либералы и космополиты, те самые советские образованные люди. Кто был во главе революции тогда, которая свалила старую власть, старый режим? Это опять тоже гимназисты с красными бантами. Понимаете, да, студенты, гимназисты. То есть, вот это вот образование как раз не является опорой государства, оно является для неё опасностью. И, естественно, а зачем нам нужны образованные люди для того, чтобы свалить государство? Нет, конечно, да? Вот. Вот такие вот дела. Ну, что заставляло учеников в школе учиться? Разные времена, разные были мотивы. Ну, например, когда-то мотив был такое социальное давление. Вот не будешь учиться, будешь всю жизнь, значит, в грязи возиться на такой скучной, неинтересной работе. Хорошо будешь учиться, кончишь институт, придёшь на работу, галстучек поправишь, ноготочки подпилишь, причесочку поправишь и до обеда сидишь. Потом на обед, а после обеда потом домой к вечеру, да? Ну, это вот образованный. Правда, ты зарплату поменьше получишь, чем в горящем цехе, но там горящий цех, а тут у тебя делать ничего не надо. Вот такое было давление, заставляло людей учиться. Ещё отдельная графа была давление, и оно сейчас, и оказывается, это нежелание служить в армии. Вообще, в нашей стране очень принято у людей образованных косить от армии. Но если вы вспомните персонажей нашего Серебряного века, то за редким исключением все они очень уверенно ушли в откос от армии в ту пору, когда была Первая мировая война. Вот, уверенно ушли в откос. В то же время, скажем, французские интеллигенции активно участвовали в боевых действиях, говорят, там даже был целый полк поэтов. Представляете? Ну, видите, сколько поэтов набралось на целый полк во Франции во время Первой мировой войны. Так, вот пришёл мой Барсик. Давай, Барсик, покажись. Он сам пришёл и с собой привёл. Вот, покажись, Барсик. Давай, здравствуй, Барсик. Мы сегодня с ним ходили, кололись. Он к вам так гневался. Я тебя колоть не буду сейчас. Просто сиди и всё. Нет, не буду сидеть. Всё не буду. Ушёл от меня Барсик. Гневался. Гневался, очень гневался. Так, ну, я продолжу рассказ про школу. Да? Вот, социальное давление такое. Сейчас такого давление. Да, и потом учитель мог отчислить. Тогда ведь это... Но это в 60-е годы уже не отчисляли. Вот. В 60-е годы не отчисляли. Следующим выступающим был человек, который заведует кафедрой теоретической физики в МФТИ. Эмиль Ахмеров. Нет, или Ахметов. Наверное, Ахметов. Вот. Он рассказывал о своём опыте общения с абитуриентами раз. И, значит, о том, как его дочь получает образование. И он сравнил с тем, как он его получал. Человек он ещё относительно молодой. Ну, так, по виду. Хотя уже, ну, да, против меня многие ещё молодые, да. Вот. Так вот, значит, рассказывал следующее. Что, говорит, удивительное отличие современной школы от той школы, в которой он учился, ну, и в которой я учился, оно заключается вот в чём. Мы очень быстро делали домашние задания. Вот только-только отучились. Ну, часто, он говорит. Ну, я-то ещё быстрее делал. Я обычно успевал сделать домашние задания ещё в школе. Значит, на каком-то другом уроке в конце я там посчитал всё, посчитал и решил. Домой приходил уже свободный. А у современных школьников, как они утверждают, как утверждают школьники, они весь день заняты решением домашней работы, выполнением домашней работы. Им там всякие презентации велят делать, проекты какие-то, лабораторные работы. Вот такими вещами их загружают. И вообще, говорит, нет времени что-либо заниматься за пределами того, что надо долбить в школе. А в школе они долбят. ЕГЭ готовится. То есть только ЕГЭ, только ЕГЭ, больше ничего. Вот это вот они теряют всё. Более того, значит, если они не сдают ЕГЭ по географии, простите меня, они географию не знают. Я много раз ставил эксперименты на живых и людях. Значит, куда впадает Волга, это просто тупик. Начинается угадайка. В Охотское море впадало даже Волга. И даже в Карибское море впадало. Вот. Ну, всё-таки в Каспийское впадает. А какие страны омывает Каспийское море? Ну, Китай омывает, ещё чего-то. Вот чего Каспийское море-то омывало? Китай. О! Вот такие вот дела. Ну, то есть, абсолютное незнание географии, хотя, казалось бы, ну, что тут знать-то. Больше всего меня порадовали две девочки, они учились у меня, они родом из Астрахани. Куда впадает Волга? Не знаю. Ну, она течёт в Астрахани. Да, да, протекает через... А куда впадает, не знаю. Потрясающе, правда? О-хо! Потому что ЕГЭ. ЕГЭ сдавать надо было. Девочки были хорошие очень. Хорошо учились в математике. Но куда Волга впадает, это вот, понимаешь, не знали. Да. Ну, говорит, репетиторы появились даже с первого класса, и даже в физмат-классах есть репетиторы. Ну, потому что надо подтягивать, да. Да. Да, вот много умных советскую школу подготовил. Вот они и развалили. Это всё. Выступал дальше заслуженный учитель Александр Шевкин, по-моему, так вот. И говорит, так вот. Ну, говорит, заметная вещь такая, что чем дальше от города, тем меньше либералов. Что очень хорошо считает он. Вот, чем дальше от города, тем меньше либералов. Ну, и вообще он, так сказать, прокатился по тем, кто готовил все эти реформы, что у всех у них какие-то американские корни, что все они говорят, что вот, представляете, это непаханное поле, где пишут эти реформаторы образования. Это же миллиардный бизнес. Вот как они представляют себе образование. Миллиардный бизнес. Выступил учитель русского языка и литературы Людмила Желтынеева, по-моему, так, ее фамилия. Она дочка священника. Она живет и работает, преподает русский язык и литературу в школе в селе, где живут марийцы. Село – это Свердловская область. Ближайший город от этого села в 50 километрах. Школа двухэтажная, кирпичная, построенная в 70-е годы. Полы деревянные, все время, так сказать, музыка играет, когда по ним идешь. Топит там неплохо, неплохо. Ну, холодно очень, пока топит дровами. Если, говорит, к весне, говорит, нам привезли уголь, стало вот лучше. Платят хорошо зарплату. Я, говорит, при нагрузке 21 час имею 32 тысячи рублей заработка. Причем это я начинающий, я никакой квалификации не имею, ничего. Вот получу квалификацию, буду получать еще больше. Вот. И вот. Она такая вот правильная, она поддерживает специальную операцию. Дети ее писали письма солдатам, которые в специальной операции участвуют. Она очень так на эту тему высказывалась в Ютубе, ну, за что подверглась со стороны своих знакомых из города Екатеринбурга. Она в Екатеринбургской была. Просто папу ее отправили служить в церкви вот туда, в это село, где живут марийцы, а марийцы еще к тому же язычники. Ну, вроде как теперь-то они христиане, но все равно молятся березам. Ну, так она рассказывала. Вот. Вот такие вот дела. Ну, все, говорит, там друг другу родственники, все сразу, если что, ученик не так делает, скажешь, его сразу к порядку призовут. Как неизвестно. Призвали к порядку, и все, он уже к порядку. Вот. Вот такие вот вещи. Она вот так вот себя, значит, позиционирует. Ну, говорит, плохо, что там плохо? Ну, культуры нет. Надо, говорит, почаще ездить в город, в театр, общаться с умными людьми. А то, говорит, вот этого нету, да. Вот моя, говорит, руководительница, которая не защитила диссертацию, тоже писала, но не защитила. Она когда-то была учительницей такой же. Она на лето ездила в Москву, жила там в Москве, читала в Ленинской библиотеке и написала диссертацию. Вот. Набрала материал в библиотеке на диссертацию. Вот такие вот люди замечательные. Да. Ну, кстати, выбора в магазине никакого нет. Так, когда вот говорят про колбасную эмиграцию, знаете, говорят, вот это колбасная эмиграция, в Америку ехали за колбасой, чтобы там много колбасы было. Ну, тут тоже люди, видимо, из этих вот таких мест уезжают в большие города, чтобы у них был магазинный выбор. Тоже, можно сказать, колбасная эмиграция, да. Колбасная эмиграция. И вот интересный выступающий был. Даже не знаю, как его назвать, потому что его не назвали. Как-то так скомканно сказали, но не назвали. Он, когда представлялся, так звука почти не было, но только удалось его уловить, что он работал, преподавал математику в Америке. Он какое-то время жил и преподавал в Израиле. Ну, естественно, здесь у нас преподавал. И вот он рассказывает следующую вещь. Вы знаете, говорит, вот график он нарисовал. Вот раньше, говорит, такое было распределение людей по их компетентности. Было совсем немного, где тут, вот отсюда рисую, совсем немного очень компетентных. Потом оно уменьшалось, 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 уменьшалось. Ну, и так как-то вот идёт, тут уже малокомпетентные. Тут, значит, там всякие учёные, профессора, опытные врачи, инженеры, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, тут, значит, мастера своего дела. А дальше потом всё это вот пойдёт на спар. А сейчас, говорит, вовсе не так. Это очень важно. Сейчас, говорит, очень, ну, есть квалифицированные люди, понятное дело. А вот этого среднего такого вот уровня, их нет. А их не нужно. Потому что дальше идёт бугор такой, вот тут провал почти ноль. А дальше идёт бугор малоквалифицированных людей, которые, тем не менее, с помощью интернета, с помощью всяких книг, они могут и вас и лечить, и всё, что хочешь делать, всё им помогает современный искусственный интеллект, разум. То есть вот эти вот образованные люди, такие вот, не люди высшей квалификации, понимаешь, да? А просто образованные люди, они уже не нужны. Это не, он объясняет им, это не беда нашей школы, это не заслуга, так сказать, госдепартамента. Вот. Это просто такие сейчас обстоятельства жизни. Потому что массовое вот такое вот образование, хорошее, оно уже не нужно. Можно вполне без образования справляться. Вот, скажите, например, человек, занимается он программированием. Ну, в принципе говоря, когда-то так по понятиям, ну, программист с высшим образованием – это хорошо. Хотя вполне с этой работой справляются люди без высшего образования. Я вам прямо так скажу, что я вот преподавал в хорошем госвузе будущим программистам, ну, и они говорят, так, а зачем нам нужна эта ваша математика, вся эта матанализа, я же код пишу, код пишу, код пишу, код. Мне это не нужно, мне нужен код. Не код-то, вот, это вот код, а код-то, код-то. В отличие от код-то, это код-то. Вот, код, а это код-то. Да, вот он, хороший код-то. Кодируется. Кодер. А это котер. Котя. Да, что ты, Барсюнка? Отлечим, каждый день возим на уколы, он протестует, естественно. Ему ещё вливания всяких делают этих подкожных витаминов. Я всё равно объясняю, витамин – это хорошо, это катализатор от твоих естественных процессов, Барсюнка. Слушайте, да, Барсюнка? Сегодня мы тоже вливали? Да, сегодня тоже вливали. Может, завтра, если он проявит, что он хорошо ест, кушать будешь хорошо, тогда не будем вливать. А черныш сидит ещё почему-то. А что чернышу не сидеть-то? Может, надо летать? Вообще-то он как-то ходит гулять, просто что-то ему надо, я бы дала пакет. Там, кстати, я в холодильник поставил баночку, что это котят принес, что они есть не стали. Ну, извините, пожалуйста, рабочий момент. Вот такие вот вещи он рассказал. Действительно, это очень, мне кажется, они очень разумные, разумные, разумные. И я, вообще-то говоря, вот именно так вот. Я такой вот... Знаете, есть вот такие люди, как мой любимый режиссёр Цветков, Андрей Валерьевич, они говорят, что вот как должно быть, как надо. А я говорю, вот как есть, и это закон природы, да, понимаете как. Вот если идёт дождь, значит, много влаги, много влаги в атмосфере. Вот она и выпадает, концентрируется. Создались условия для этого. Вот. Ну, вот такие вот замечательные вещи. Прозвучали возмущённые слова со стороны родителей. Вот, говорят, дети наши, вот её ребёнок, у него проблемы начались со зрением, офтальмологические проблемы. Это всё почему? Потому что, говорит, дети не должны больше 15 минут смотреть на интерактивную доску. Потому что, когда они смотрят на интерактивную доску в классе, от неё там блики и всё такое прочее, им это портит зрение. Не надо им читать электронные учебники. Но я вот от себя скажу, что вот я рецензировал учебник, по физике. И там, значит, одновременно есть бумажный вариант и есть ещё вариант электронный. А в электронном варианте там всё-таки дополнительные вещи. Там, значит, всякие картинки, опыты, некие, так сказать, иллюстрации, так сказать, там, задач. Можно там опыта делать, там грузики развешивать, коромыслы уравновешивать, там газовые законы и всё такое прочее вещи моделировать. И там что-нибудь, какой-нибудь мультик, а за кадром Рик Касл, знаете, Рика Касла. Ну, актёр, который дублирует Рика Касла в семинаре Касла, он там, значит, это всё дело рассказывает. И это мне больше всего понравился Рик Касл в этом учебнике, честно сказать. Да, Рик Касла. Вот, такие вот дела. Ну, вообще говоря, не знаю, 15 минут, а вы объясните детям, что нельзя больше 15 минут пялиться в телевизор-то? Когда это было-то? Всегда часами сидели перед телевизором. Это в наше время, когда телевизор мельтешил, когда он, значит, не был, как сейчас там, развертка 120 кадров в секунду, когда ты не замечаешь её, эту развертку, когда очень чёткое изображение, нет этой вот, не знаешь, где сфокусироваться, она действительно плоское изображение. Но это же не как тот телевизор-то наш, помните, да, с этим толстенным стеклом на входе. Это всё, и как и раньше мониторы были. Жутко-кристаллические экраны, да, как один товарищ сказал в шутку. Жидко-кристаллические. Вот. И вот дальше выступала дама, она, понимаете, Ольга Гилева, Ольга Борисовна. Она, я нашёл в интернете её диссертацию докторскую по психофизиологии. Она очень интересно выражалась. Она говорит, что вот это вот интерактивное образование, дистанционное, простите, образование, которое вот цифровое образование, это очень вредно. Это ведёт к тому, что, значит, люди превращают в цифровых маугли. Вот когда, говорит, маугли, да, ну, такие реальные дети, которые попали в природу, в природную среду, выжили там и жили в компании с животными. И они уже никогда не станут людьми, они уже не станут, значит, воспринимать людей, как своих соплеменников. Вот. И вот такие вот люди, которые, значит, всё учатся там, да, они не воспринимают человека, который видит на экране, как своего соплеменника. И к нему обращаются уже плохо, да. То есть вот они насмотрелись, вот на какие-нибудь жители там, а им наплевать, он, пожалуйста, там, войну так войну, спецоперацию так спецоперацию, он ещё не понимает ничего там, да. Вот. Она что-то там говорила про то, что там у него бета-ритм не включается, ещё чего-то. И все эти вот недружественные силы, они стараются нам как раз внедрить это обучение. Ну вот, начала она за здравие, окончила за упокой. Что всё это цифровыми технологиями нас оснащают, нехорошие люди из-за границы. Вот. Да, кстати, когда говорили об образовании, литературном образовании, то цитаты, две цитатки такие дали. Значит, один товарищ говорит, зачем, говорит, детей учить литературе, люди же ненавидеть будут из-за этого. Ну, действительно, учили люди войну и мир, надо было к сроку прочитать, они её ненавидят, да. У меня как-то это не получилось. А вот Киссинджер сказал, что вот мы ждём, что Россия станет бывшей империей, как бывшей империей стали Швеция, Испания. А Россия никак не станет бывшей империей до тех пор, пока в школе преподают, значит, детям Толстого, Достоевского, вот таких вот персонажей, таких титанов. Вот. Россия не станет бывшей империей. Ну, вот видите, вот он вообще, Киссинджер, он в этом плане очень такой толковый дядька, между прочим, я всегда это говорю, а не небольших таких идейных контракт за Збигневым-Бжезинским, который всё говорит, надо гнобить, надо гнобить, надо гнобить Россию, он говорит, а что вы хотите, он поляк, а поляки не любят русских, говорит про него Киссинджер. Ну, и потом был такой фильм, комедия французская, он начинает сердиться, и там был персонаж, так сказать, Виссинджер, мы никогда не видели его целиком, он себя так у шляпы закрывал лицо, тут были только волосы, как у Киссинджера, вот мистер Виссинджер, такой очень важный человек, да, которого президент посылал какие-то переговоры даже вести, да, да, вот, ну, такая комедия была, хорошая французская, добрая французская комедия с Пьером Ришаром, и с какой-то красавицей, которая числилась любовницей господина Виссинджера, да, Виссинджер, вот, вот такие вот дела, звезды мои необыкновенные, вот, что говорил первый день, ну, надо сказать, что относительно скептические участники этого, значит, да, мы это выступали дистанционно, единственное было дистанционное выступление, они отнеслись к этому выступлению, несколько скептически, и говорили, если их запрограммируют, можно их перепрограммировать в другую сторону, и всё, ну, так почти, что так вот, ну, показали такое вот к ней несколько, некоторое скептическое отношение к её, значит, утверждениям, вот, ну, для меня многое открылось, вот, в той компании, которая говорит об образовании, и если я вот до сего дня, например, считал, что, ну, образование, это абсолютно хорошо, да, надо образовываться, учиться, 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 ну, я так считаю, что надо всё равно учиться, потому что в любой ситуации, я и продолжаю так считать, в любой ситуации, вы, будучи образованным, имея знания, вы имеете некий выигрыш жизненный, перед самим собой имеете выигрыш, что вы можете сделать то, что вы не смогли сделать, не будучи образованным, вот, чему меня только не учили, ведь куча ненужных вещей, как будто бы, да, куча ненужных вещей, ну, вот, например, очень эта куча ненужных вещей мне очень сильно пригодилась, 90-й год, например, я всё жду, когда мне пригодятся те навыки, которые мне в училище имени Верховного Совета РСФСР привили, мне стрелять хорошо там научили, когда же мне это потребуется, да, я, кстати, вот с удивлением заметил, купив винтовку, карабин Симонова, это прошло сколько лет с тех пор, как я последний раз стрелял, лет, наверное, 30 с лишним, да, как бы не 40, а я взял, как всё время стрелял, вот так вот, как будто не прекращал стрелять, всё жду, когда потребуется, а то ведь, наверное, тоже, ведь там люди-то, наверное, меня не считают за человека сейчас, вы же меня на экране видите, знаете, какую-нибудь кнопочку нажмёте там, какую-нибудь команду отдадите, тогда я пойду достану ключи, открою сейф и возьму обоймы и нарезное оружие. Вот что значит образование-то высшее, вот так вот. Высшее образование многое значит, значит, я, например, хорошо умею работать языком, пока были почтовые марки, их надо было наклеивать, лизать, а теперь самоклеющиеся, теперь моя работа на почте не нужна языком, я теперь вот с вами говорю языком, побираюсь, да, побираюсь, ну, всё-таки подают иногда мне, да, потому что я и себя кормлю, и вот кота Барсиков отлечить надо завтра везти опять, заболел, не ест, вот и всё, не хочу, говорит, есть, надо вернуть его к жизни. Это любимый кот дедушки Ивана Тимофеевича, помните, ветеран-то, он умер в девятнадцатом году, в октябре, не дожил до ковида. Он 22-го года рождения был, сейчас, думаю, было 100 лет, вот, 22-го июля, 100 лет ему будет. А так, здравствуй, его небесное, ну, а вы поддержите меня по возможности материально, я в этом очень сильно нуждаюсь. Всех вам благ, пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!